Новый кислородный концентратор – важное приобретение для областного кожно-венерологического диспансера. Представители Брестского лесхоза услышали просьбу медиков и достаточно быстро откликнулись с помощью. Около 4,5 тысяч белорусских рублей стоит такой прибор, чью ценность особенно ощутили пациенты, проходившие здесь реабилитацию после перенесенного коронавируса. Третий концентратор у нас были два по гуманитарной помощи. Сейчас появился по спонсорской помощи благодаря руководству, коллективу лесхоза Брестского. Напомним, при высоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией стационар областного кожно-венерологического диспансера становится учреждением второго уровня, оказывающего помощь больным с пневмонией. Здесь они находятся на этапе долечивания, однако бывает так, что и этой категории требуется кислородная поддержка. Несколько своих мобильных комплексов у медперсонала кожно-венерологического диспансера было. Теперь же новую волну доктора будут встречать спокойнее. Необходимое оснащение есть в полной мере. На сегодняшний день учреждение работает в обычном режиме. Мы работаем как дерматовенерологический стационар, но по ситуации возможно перепрофилирование. Если будет такая необходимость, мы готовы к перепрофилированию. У нас необходимые средства защиты, запас растворов, глюкокортикоидов, то есть препаратов, которые применяются при лечении ковид-инфекции, все это имеется в наличии. Сегодня областное учреждение работает в своем привычном формате. Кроме основных функций, здесь еще и проводится и ПЦР-тестирование. Прием проходит по предварительной записи. Особенно активно медики трудились в предновогодние рождественские дни, когда многие поспешили уехать на отдых за рубеж. В числе актуальных предложений метод экспресс-тестирования на антиген. Время забора от 8 утра в будни не до 16.00 и в субботу с 9 до 12.00. К нам пошел достаточно большой поток людей. Во-первых, дешевле в цене. Во-вторых, экспресс-метод позволяет очень быстро получить результат в течение 30 минут. Экспресс-результат исследования доступен уже через 30 минут прямо в пункте сдачи и выдается на официальном бланке с данными клиента. Такого документа достаточно, например, чтобы выехать в Польшу. Что же касается в целом работы учреждения, то она идет в штатном режиме. До того времени пока не возникнет необходимость в оказании дополнительной помощи. Продолжение следует...